Всем добрый вечер снова. Наша недельная глава в Израиле. Теперь нужно понимать, что в Израиле у нас с диаспорой будут разные главы, а почти до 9 ам. Потому что у них был тот шаббат, который мы сейчас сделали, у нас был шаббат, глава недельная Ахреймот, а у диаспор был второй день праздника. Они, естественно, недельную главу не читали, и они оставили, то есть они будут читать сейчас Ахреймот, а у нас глава к души. Поэтому диаспора, догоняйте нас, догоните нас. И потом, то есть перед 9 ава, мы будем читать Маток и Масейка, две разные главы, они будут читать их вместе. И главе дворим, то есть это будет сам день 9 ава, в этом году 9 ава в шаббат. Кстати, всегда 9 ава выпадает на тот день недели, на который выпадает Леля Сын. Это так, чтобы знать. Он будет в шаббат, по этой причине будут книгу дворим читать, то есть начнут книгу дворим, глава дворим, и мы тогда все соединимся. Хотя я считаю, что нужно было сейчас им просто читать Ахреймот к души, мы тоже соединенные главы, и сразу же сравняться с нами. Но, окей, обычай есть обычай. Итак, наша глава к душим. В ней жемчужин, в ней тем просто куча. Но я хочу заострить наш сегодняшний, скажем так, урок на очень важной вещи, на стихе, которая появляется в нашей главе, в которой написано «Бецедектишпотамитеха», то есть «В справедливости суди своего ближнего» и поговорить на фоне этого, то есть недельной главы, о таком понятии, как «Ля дум лекав схуд». То есть, да, судить человека, то, что называется, в хорошую сторону. То есть, видя какого-то действия и так далее, думать о нем в хорошую, судить его в хорошую сторону. И это связано с нашей главой. В нашей главе я говорю, каждый стих – это отдельная тема. Отдельная тема, на которую можно писать, говорить и так далее. Но я хочу вот это. Итак, в Торе сказано «Бецедектишпотамитеха» – «В справедливости суди ближнего своего». Рамбам в книге заповедей объясняет, что вот этот вот стих, вот эта вот заповедь включает себя по-настоящему в три части. Первая вещь. Речь идет о судье, который должен во время суда, когда он судит людей, он должен, то, что сказано у Рамбама, «Ля швот». То есть, да, нужно, чтобы дать равное положение судящихся сторонам, то есть, да, чтобы их дослушали, выслушали, все их претензии и так далее, будь они длинными или будь они короткими. То есть, да, нужно их внимательно выслушать и так далее, дать обоим сторонам равное внимание, равное положение. Вторая часть в этой заповеди, то есть, это обращение каждому человеку, который знает и разбирается в законах Торе. Для чего только в него, то есть, вкладывается обязанность человека судить, то есть, да, когда его берут, то судить, даже будучи единичным судьем, то есть, как бы он судья, называется, даян ехиди, то есть, человек, который судил сам, но это в наше время очень релевантно. И третья часть, это именно заповедь выходит по равному, которую ложит на каждом человеке, и она обязанность ладун эт хаверол лекавскую. То есть, да, судить человека, это называется, каф это чаши, чаша весов, то есть, всегда судить так, чтобы чаша, то есть, в сторону оправдывающие, то есть, чаши весов, чтобы это перевешало туда. И, в принципе, получается, что первые две части этой заповеди, они между собой связаны, так или иначе обращаются в судья, а последняя часть, она как бы с особняком стоит, и она обращается к любому человеку, и это наша тема в спроговоре. Можно объяснить, что Рамбам говорит, что это заповедь, получается, заповедь есть несколько частей, которые связаны. То есть, можно сказать, что из сур-кодов, то есть, называется, общая заповедь, в которой много законов выходит, как, например, заповедь «Лотофлу аль-Гадам», то есть, да, то есть, как заповедь еще одной из главы души «Не идите на крови», и там куча-куча разных законов из этого выходит. Или можно пойти, как сказал Сефрахенов, Сефрахенов – это книга, то есть, да, тоже эпохи Решуним, которая, то есть, тоже заповеди разбирает, и он говорит, что тоже делит на три части. То есть, есть три части у этого заповеди, Сефрахенов, но объясняет, что между ними есть связь. Какая связь между ними есть? Он говорит, То есть, в принципе, помочь людям, то есть, принести пользу людям, чтобы был прямой закон, то есть, Йошер один, и также принести мир между ними и убрать, то есть, подозревать, то есть, недоверие друг к другу. То есть, да, в принципе, задача в этом, то есть, подходе, в этой заповеди, которую нам Тора заповедует во главе души, это, в принципе, чтобы было общество, которое живет внутри себя с миром, справедливостью, справедливым судом и так далее, вместе с этим она убирает с возможных подозрений друг к другу, недоверие другу. То есть, очень важно. Кстати, мы скоро объясним, что у Рамбома тоже есть связь и как-то. Итак, хорошо, давайте порой разобраться с этой заповедью. У нас сегодня будет урок в понедельной главе, так как в главе души очень много заповедей, и, в принципе, здесь тоже заповеди, она очень важная вообще в еврейском, то есть, подходит к понятию, как его смотреть на людей, судить, не судить, то есть, да, и так далее, то мы, у нас сегодня будет урок несколько похож на галахический урок, то есть, да, то есть, мы будем смотреть, но это нас научит правильному подходу и пониманию вообще, о чем идет речь, кому относится, как относится, как это нужно видеть. Мы сейчас приведем Сефер Митцвот Катан, Смак. Он приводит обязанность судить о каждом человеку в хорошую сторону в двух разных заповедях. У него в одной заповеди приводит, что эта заповедь, часть еще одной заповеди, которая у нас в главе души, которая звучит в Агафта лереха хамов, возлюби ближнего к само себя. То есть, в принципе, это является, то есть, обязанность судить человека в хорошую сторону является частью заповеди между человеком и другим человеком. Кстати, как можно это объяснить, что имеется в виду? Мы можем объяснить так. С одной стороны, мы можем сказать, что есть обязанность по отношению к ближнему, то есть, да, как будто обязанность снова с нашей недельной главы. Не стой на крови брата своего, то есть, такая же обязанность. То есть, в принципе, мы должны хорошо относиться и так далее, и так далее, и так далее. И она торт нас требует, чтобы мы судили наших ближних в хорошую сторону. То есть, как мы должны смотреть на людей. Да, это то, что нас учит. То есть, мы должны смотреть на них положительно, хорошо, не подозревая и так далее, объясняя их действия так, как это в хорошую сторону они в том. С другой стороны, мы можем объяснить, что это милосердие по отношению к ближнему. То есть, види себя, то есть, более милосердно. Будь человеком, как говорят на иврите, на английском, large, широким. То есть, не прояви милосердие. Это в том месте в одном, где он объясняет, что заповеди между человеком и человеком. Есть другое место. Смак приводит там и завязывает эту заповедь совершенно к другой вещи. Он говорит, что заповедь судить о другом человеке в хорошую сторону завязана на мире понятие раскаяния. То есть, это связано с раскаянием. В чем имеется в виду? Он пишет так. Митокши юдуно ликав сход. Из-за того, что человек будет судить других в хорошую сторону. Якшов шэнко фотэ ракани в яшу влепоро. То есть, если он будет себя хорошо в сторону судить, он говорит, что грешник, который здесь находится, это я. Других грешников нет. По этой причине он начнет исправляться. Как говорится, стрёмно быть единственным грешником среди всех. Все такие хорошие, замечательные, прекрасные люди, а я грешник нехороший. Поэтому это влияет на то, чтобы человек вернулся в раскаянии. Очень интересный подход. Таким образом, получается, эта заповедь судить о ближнем в хорошую сторону не является частью системы заповеди между человеком и другим человеком. А как раз нет, это заповеди между человеком и самим собой. То есть, это нужно не твоему ближнему, это нужно тебе. То есть, для того, чтобы ты исправлялся. Это важно. Это очень важно из-за психологического эффекта. Когда я вижу, как говорится, все козлы называются, а что я буду это. А я белый пушистый. А когда ты понимаешь, что все белые пушистые, а ты козел, то ты козлом не хочешь быть. Поэтому ты становишься белым пушистым. И начинаешь работать над собой. Ну, это совершенно другой вектор. Давайте сейчас обратимся. Вот мы увидели у Рамбома, давайте обратимся, кто у нас использовал это требование из этой заповеди. Мудрецы в трактате о воде. В трактате о воде судить каждого человека в сторону хорошую. И тут Рамбом нам объясняет очень интересную вещь. Кстати, это очень важная вещь. Всегда ли и всех ли мы должны судить в хорошую сторону? Рамбом приводит, что есть три вида людей. Есть праведник, который известно, что все его действия хорошие. Всегда. И когда мы видим, что он что-то делает, то мы должны думать о нем хорошо и судить его в хорошую сторону. Даже если это хорошая сторона, а не совсем логично, что это, скажем так, плюс вера. То есть она нелогична и не, скажем так, с трудом может быть, что это действительно хорошее из этого. То есть если человек праведник, который известен в своих праведных действиях, все, ты суди его в ту сторону. Теперь. Кстати, на чем это базируется? Кстати, на чем это базируется? Это базируется на том, что сказано в трактате Шабаб-Талмуде «Ахошед бэкширим лукхе». То есть есть такой закон, который человек, который подозревает праведных людей, то есть кошерных евреев, того нужно побить. То есть это закон не на нашем стихе, который мы сказали. Это закон другой. То есть нужно справедника, который известен в своих праведных действиях, даже если он тогда делает какую-то вещь непонятную, ты обязан судить его в другую сторону. Почему? Потому что человек, который подозревает в плохом праведных людей, кошерных людей, его нужно побить. Он преступник. Теперь. Есть второй вид людей. Второй людей – Раша. Злодей, который известен, что все его действия, то есть он известен своими действиями как злодей. Его нужно всегда судить в плохую сторону, даже если наоборот. То есть кажется, что он сделал что-то хорошее, и шанс, что это плохое, он очень низок, ты все равно должен судить его в плохое, что он нехороший человек, он действительно делает что-то не так. Почему? То есть это строит на стихе, который сказано в книге Мишлей, то есть в книге-притч царя Шлумо. Ти ханен куроит альтамен. То есть даже если будет сладославить свой голос, не верь ему. Ти шева тоа вод боли бо, ибо всем, то есть презрение и так далее в сердце его. То есть даже если он что-то делает хорошее, он это делает из-за плохих намерений, и он что-то плохое хочет. То есть если он делает что-то хорошее, он что-то хочет с этого иметь. Поэтому нечего судить. И третий вид людей, который он приводит Рамбом, это люди, которых мы не знаем. То есть просто человек, мы не знаем кто он, туда и сюда, праведник, злодей, не знаем. И тут Рамбом говорит, что если этот человек, его действия можно понять в две стороны, и по хорошую, и по плохую, ты должен написать. Смотрите, тут очень важная фраза, которую стоит понять, мы сейчас попробуем разобрать. Обязанность, то есть с точки зрения поведения благочестивых, судить его в хорошую сторону. Из этого хорошее. Кстати, что если человек, его действия, человек, которого мы не знаем, явно склоняется, то есть его склоняется в плохую сторону, то есть да, там нету, то есть как бы четкого, то есть можно и туда, и сюда объяснить его действия. Оно четко, то есть склоняется в плохую сторону, мы не обязаны судить его в хорошую сторону. Это, кстати, глуха. Теперь, смотрите, что написал Рамбом? Рамбом написал очень интересную вещь. Хова бедериха хасидут, обязанность, то есть это путем благочестивых, судить в хорошую сторону. Окей, это, как говорится, это самосебепротиворечащие вещи. Почему? Хова, обязанность, то есть я обязанность, хочу, не хочу, не хочу делать, правильно? Так она обозначает обязанность. Тогда, когда написано медат хасидут, то есть пути благочестивых, это волонтерство, то есть это факультатив, это необязательно. Получается, то есть я обязательно должен делать необязательно. Это как? О чем идет речь? Что Рамбом имеет в виду? Можно дать несколько ответов. Два, например, ответа. Один, мы можем сказать так. О Рамбом видит заповедь, который сказано в нашей недельной главе. Бецеды пищпотамитеха, то есть в справедливости суди своего ближнего. Как медат хасидут. То есть это заповедь, это путь благочестивых. То есть путь благочестивых. Но есть люди, мудрецы Тора и так далее, которые должны это делать как обязаловку, а не как факультатив. То бишь, обязанность делать путями благочестивых. То есть если ты благочестивый, то у тебя это обязанность. Можно так понять. Можно понять. Кстати, это еще разберем скоро. То есть вы поймете. Когда мы доберемся до Рамбома, который разбирает эту же вещь в законах знаний, в Захот Деот, то есть поведение правильного, вы там будете в шоке от некоторых вещей. То есть это один ответ, можно сказать. С другой стороны, можно объяснить так. Чтобы ценных тысяч потовитых, это заповедь, который сказано в нашей недельной главе, который говорит по поводу судить в хорошую сторону, имеется в виду, что это милосердие по отношению к ближнему. То есть как бы есть обязанность судить в хорошую сторону, но эта обязанность является милосердием по отношению к нему. То есть хаседу в этом случае – это милосердие. Это хэсэ. То есть как бы это обязательно, но это вот так. Есть, кстати, очень интересная вещь по поводу судить ближнего в хорошую сторону. Очень интересная. По поводу праведников и злодеев. Сказано у Робейну Йона. Робейну Йона говорит следующее, что если ты видишь праведного, который грешит, 100% грешит, ты видишь его грешащего. Праведный, грешащий. Ты видишь его. Ты не имеешь права думать о нем плохо. Почему? Потому что он уже 100% Хазар-Бычуан уже сделал Чуву и справился. На чем строят свои слова? Майор авторах так и брахо. То есть если ты увидел праведника, делающего вечером какой-то грех, ты не имеешь права о нем плохо думать утром, потому что он за ночь уже явно раскаялся и справился. И поэтому уже все. С другой стороны, говорит Робейну Йона, если ты увидел злодея, который 100%, 1000% делает доброе дело, хорошее дело, ты обязан судить его в плохую сторону. Почему? Ты должен сказать, что он это делал только ради того, чтобы показать себя великим праведником, в глазах людей. Хотя он не такой. На чем это? Базируется то, что мы привели у Рамбома, который говорит, то есть из Мишлей приводит, что если имя хонэм куро, амэн лёг, ищева, тоа вот боли, то есть если ты увидишь, что он там типа поет елейным голосом и так далее, не верь ему, ибо всем нечистот называется в сердце. Окей. Очень красиво вам объяснили, то есть то, что Рамбом подходит в книге заповедей и так далее, что каждый человек обязан судить ближнего своего в сторону хорошую, то есть когда он видит какие-то нехорошие вещи вроде бы, или которые могут быть объяснены в разные стороны, и мы этого человека не знаем и так далее, все замечательно, хорошо, и мы объяснили это, что это связано со всеми людьми, каждый человек это должен быть, мы объяснили, то есть когда это работает, мы объяснили, почему это работает, мы объяснили, на базе чего это работает, но и очень интересно, что Рамбом в законах, то есть на Цейлфот Деод, то есть в законах знаний, в пятой голове пишет очень интересную вещь. Он пишет, что вообще обязанность, обязанность судить в хорошую сторону о человеке, это обязанность мудрецов в сторону, и все. Он не упоминает вообще всех остальных людей, обратите внимание, он там объясняет, как должен себя вести мудрец Торы, говорит, Талмит Хахан, то есть мудрец Торы, не будет кричать и вопеть, когда он разговаривает, как животное или как скотина, то есть не будет повышать голоса своего сильно и будет говорить спокойно с всеми людьми. Это как Арестович, наверное, то есть спокойно, гладко говорит, то есть когда будет говорить, то есть спокойно, ему стоит опасаться, чтобы не отдаляться от человека, чтобы не выглядеть, как Гассейров, то есть скажем так, люди, Гассейров как бы это перевести, неуважительное отношение, люди, которые неуважительно относятся. Имеется в виду, что человек должен держать контакт, то есть зрительное и так далее, когда он разговаривает, даже когда он говорит спокойно и так далее, он должен держать зрительный нормальный контакт. И мудрец Торы, то есть приветствует всех первым, то есть для того, чтобы люди хорошо к нему относились и судит каждого человека в хорошую сторону. То есть рассказывает о хороших вещах своего ближнего и никогда в жизни не о плохих вещах его, любит мир, гонится за миром и видит, что если видит, то есть если видит, что его слова помогают и слушаются, то есть говорит, а если его слова не будут услышаны, молчит. То есть в принципе то, что я хотел здесь увидеть, что Рамбам говорит, что обязанность судить человека в хорошую сторону является ничем иным, как особым требованием именно к мудрецу Торы. не к каждому человеку. Кстати, в законах и суде от Тора, то есть основ Торы, Рамбам приводит это требование от мудрецов Торы так говорить и вести себя и судить про хорошую сторону, как часть заповеди освящения имени Всевышнего. Немало, немного, немало. Таким образом, почему Рамбам молчит и не говорит, что это обязанность всех людей, то есть что это обязанность каждого человека, каждого времени. Почему Рамбам это не упоминает? Хафицхайм. А Хафицхайм, как известно, очень много занимался правильной речью, как о человеке говорить, злословием, как нельзя говорить и так далее. Он в начале своей книги объясняет, что мнение Рамбама на Аллаху, именно что обязанность судить каждого человека в хорошую сторону, является обязанностью каждого человека, а не только мудрецовства. и это не Мидат Хасидут, это не какой-то факультатив, не какое-то молодежство и так далее. Это обязанность, настоящая обязанность, которая относится к любому человеку, который средний, которого мы не знаем и так далее. О чем Тадарамбам говорил в законах знаний, то есть и так далее, что относится только к мудрецам Торы, он говорит это, что это по отношению к человеку, которого ты вообще не знаешь, и ты не знаешь, он праведник или злодей, и по поводу этого человека нет заповеди судить его в хорошую или плохую сторону, но есть только Мидат Хасидут, есть только то, что называется путь праведных, а это обязывает мудрецов Торы. Окей, то есть в принципе если мы подведем итог, получается, что по Хапецхайму мы сказали, что по Аллахе нет обязанности относиться, судить в хорошую сторону человека, которого мы не знаем, то есть нет такой заповеди, то есть это нужно делать, это волонтерство, то есть Амидат Хасидут, но в принципе глобально людей, то есть глобально нужно судить в хорошую сторону то, что говорит Рамбол, а вот этот аспект обязывает мудрецов Торы. Мудрец Торы всегда должен судить в хорошую сторону людей, которых он не знает и так далее. Понятно, что злодей не должен судить в хорошую сторону. С другой стороны можно объяснить по-другому это Рамбол. Он может объяснить так. Обязанность судить в хорошую сторону она не лежит на всей обществе, на всем обществе. Она только лежит на мудрецах то. В соотношении каких уровней. Окей? И это то, что имеется хува в бедерехах осуде. То есть обязанность путями благочестивого. Благочестиво этим занимаются. Но вместе с тем Рамбом говорит, что нужно относиться в хорошую сторону то, что называется бейнуни. И это относится ко всем. Что такое бейнуни? И давайте напомним. Есть цадик роша бейнуни. Это обычный передъем киппор. Кто такой цадик? Человек, который его все действия в большинстве вправедлив. Кто такой злодей? Это человек, который его действия в большинстве своем отрицательны. То есть злодеяне. Кто такой средний, который посередине, у которого чаша весом? Не туда и не сюда. То есть человек, который нормативный, обыкновенный, неправедник, но и не злодей. Этого человека каждый обязан судить в сторону хорошего. То есть лекарство в сторону хорошей. Арамбам говорил про обязанность того, кого мы не знаем. Может, не знаем этот злодей. Там обязанность только модульсам Тора и это Дерехасу. А у других нет. Таким образом является то есть что из этого выходит? Что выходит, что по Рамбаму обязанность судить каждого человека в хорошую сторону, если человек незнакомый и так далее, это часть судейства. То бишь тогда все эти заповеди, что Бцелик Тишкот Амитеха к этому присоединяется, Бцелик Тишкот Амитеха то есть правильности судьи ближнего. Это связано с судьей, который судит двух судящихся между собой, дать им одинаковые условия. Это относится к человеку, который знает Тору, что он брал на себя обязанность судейства. И это относится к тому же мудрецу Тора и так далее, что когда он встречается с человеком, человек делает полное другое действие, он его судит в хорошую сторону изначально. И об этом идет речь. И тогда все заповеди, то есть это все расставится вместе. Итак, если подведем итог в очень важной теме судить человека в хорошую сторону, мы видим глобально, по рамболу так выходит, но многие идут за мнением рамбол и вообще как себя вести. Эта заповедь обязывает всех в случае, когда мы говорим о среднячке. То есть злодеев мы не обязаны судить в хорошую сторону. Почему? Потому что вообще не связано с 20 тысяч полтора метэх, это другая причина. Праведников мы всегда должны судить в хорошую сторону, по причине того, что не дай бог думать плохо о кошерных людях. А среднячков мы должны судить в хорошую сторону. А человек, которого мы не знаем, на нас нету заповеди судить в хорошую сторону, но на нас есть медатха у мудрецов выхода нет. Мудрецы если он знает, не знает, если он его не знает или он его знает, но он среднячок, всегда так или иначе он судит в хорошую сторону. То есть так это работает. И дай бог чтобы мы удостоились этого и делали то, что сказал Адрова, дай бог чтобы нам дало видеть хорошие качества в наших ближних, а не их отрицательные качества. И чтобы нас это удалось, скажем так, в справедливости будем судить ближних наших. На этом я сегодня закончил, получилось только немножко урок. Недельная глава галахическая, но глава к души по-другому ты не можешь к ней. И тема очень важная. Иногда людей требуют судить в хорошую сторону злодеев. Вот это точно нет никакой обязанности, это проблема даже. С другой стороны, судят в плохую сторону нередко людей праведных и так далее, потому что увидят, что они сделали не так, в чем тоже проблема. Поэтому так, что мы достоин все знать и действовать правильно. На этом я выключаю запись. Всего хорошего. До новых